друзья добрый день мы начинаем очередное занятие лекцию в лаборатории транслит идущий в рамках московской школы нового кино или даже точнее начало работы и набора на осенний семестр будущих студентов в мастерские этой школы сегодня у нас пройдет третья лекция в рамках лаборатории транслит параллельно еще существует драматическая мастерская в рамках транслит мы занимаемся поэзии теории как возможно вы знаете если слышали об одноименном названии журнала и сегодня мы как раз переходим от поэзии больше теории повествования разных миров возможных и невозможных вот и самой процедуре что ли письма которые эти миры становятся возможны на самом деле так долго и велеречиво я пытаюсь сказать что прошлые недели мы говорили в основном о поэзии с кириллом медведевым пытаясь разными методами ее уничтожить с помощью политики техники и так далее вот а сегодня речь будет идти не столько может быть об уничтожении сколько об изначально вне не научных формах фантастики то есть о неких формах письма существующих за горизонтом мыслимого и вместе с тем это письмо как было предложено боре нас можно назвать ксенописьмо вот то есть неким письмом чужеродным или письмом чужеродного вот я представлю борю как лектора преподавателя многих заведений артистического образования боря преподавал в ротченко в базе в гцир в гг у организовал при вензаводе значит философский кружок тоже мы с борей сотрудничаем наверное примерно 17 выпуска транслит и очень примечательным образом потому что боря стал участвовать в презентациях журнала московских до того как опубликовался журнале вот и собственно еще несколько номеров там мы ждали текстов там переводов где слове а боря бросился вот именно в дискуссионный бой сразу и точно так же сейчас мы несколько опережая события анонс или анонсируя их и конструируя представляем вот мастерскую который будет кроме бори участвовать еще Женя Сусова тоже наш старый товарищ и Наташа Федорова вот так что можете примерные контуры тематические этой лаборатории этой мастерской представить ну вот а то о чем будет говорить или точнее то чем будет заниматься сама лаборатория тоже должно сегодня стать более понятно и сборенные лекции вот я очень рад что именно ты боря ее представляешь с мастерскую и лабораторию тебе слово спасибо спасибо паша всем привет очень рад всех видеть здесь сейчас я сделаю экран такой чтобы ну да я я я бы кстати попросил если у вас есть такая возможность включить тоже видео если это возможно чтобы я видел лица да всем привет у меня сегодня будет такая водная лекция и название этой лекции состоит из двух частей и сама лекция будет состоять из двух частей это вне научная фантастика и ксена или или ксенописьмо и начать я хочу с того о чем уже сказал паша по поводу уничтожения поэзии вот эта вот история уничтожения связана с ксенописьмом неразрывно и поэтому я как-то обрисую контуры того что мне представляется важным в отношении ксена письма и в конце во второй части я немножко расскажу по поводу вне научной фантастики мне представляется это два разных режима то есть они не не соединяются они как-то взаимно удерживаются скорее в формате лаборатории и начать я хочу на самом деле с того что меня сейчас занимает особым образом я вот сейчас готовлю текст в котором переосмысляю некоторые подходы к теории кандинского это будет очень странный заход да вы не ожидали этого поворота но меня очень интересует несколько вещей в отношении текстов и произведений кандинского дело в том что сейчас в нейро исследованиях в нейронауке стали появляться предположения и такие уже более обоснованные гипотезы того что кандинский не только занимался теорией синестезии но по сути и был фактически синестетом то есть у него была вот такая физическая особенность очень важно что синестезия до 90-х годов до активных исследований нейропластичности ну понималась скорее как аномалия эта аномалия связана с понятием кросс-модальности то есть наш мозг воспринимает какие-то какие-то сигналы соответствующие центром восприятия и соответственно нейропластичность с открытием нейропластичности оказалось возможным увидеть как именно эти модальности распределяются и исходя из исследований 90-х годов выяснилось что на самом деле синестезия это не то чтобы какой-то анормальный процесс а скорее такое существование фактическое существование особое состояние нейропластичности мозга и доступ к синестезии есть у достаточно большого количества людей и она также проявляется в состояниях травмы черепно-мозговой травмы или вот известны разного рода нейроадаптации когда человек например теряет зрение и затем включается состояние вот этой кросс-модальности и фактически он может видеть благодаря своему слуху есть ряд зафиксированных экспериментов в связи с кросс-модальностью но это очень интересно в особенности в отношении Кандинского как вы может быть знаете главная теория художественного модернизма теория модернизма Клемента Гринберга считала что основой искусства является некоторое выявление его материальных оснований которое мыслилось в понятии медиума и в этом отношении привилегированным казалась линия от кубизма от Сезанна на самом деле через кубизм к экспериментам Малевича и Татлина Малевич дело в том что в кубизме например у Пикассо возникает очень шаткий момент равновесия между реальностью плоскости холста и реальностью предмета конкретностью предмета то есть кубизм аналитический дробит плоскости представляя реальную вещь как реальный объем и с другой стороны представляет плоскость холста как реальный объект и Татлин и Малевич они на самом деле разлагают дальше кубизм на его грани Татлин начинает мыслить объект искусства как конструкцию в пространстве а Малевич через черный квадрат через выход за нуль форм фактически выходит к картине как к конкретному объекту и в этих практиках искусство предъявляет собственные материальные основания но в каждом случае эти материальные основания мыслятся очень по-разному в случае Татлина искусство это реальный объект в реальном пространстве то есть часть конструктивной среды в случае Малевича это картина как объект и плоскость холста здесь оказывается подчеркнутым и Клемент Глинберг вообще очень не любил Кандинского и его теорию он считал что Кандинский занимается метафорой то есть переводит музыку в искусство и он считал что это такая метафора и в связи с этим он называл Кандинского лже модернистом и он даже писал в своих текстах что Кандинский не понял развития кубизма от Сезана к Пикассо но сейчас мы видим если мы прочитаем теоретические тексты Кандинского например о духовном в искусстве и точкой линии на плоскости мы увидим на самом деле что Кандинский очень интересуется нейрофизиологией восприятия и интересно несколько таких фактов например в тот момент Кандинский живет в Мурнау а в Мурнау находился центр нейрофизиологии оттуда собственно пошла эта наука можно сказать там работал например Альцгеймер несколько медиков нейрофизиологов там работали и Кандинский попадает в эту среду и второй интересный факт что его двоюродный брат Виктор Кандинский собственно занимался природой галлюцинации и страдал собственно сам от галлюцинации и описал этот процесс но интересно что если мы удалим из о духовном в искусстве моменты собственно такие мистические которые безусловно на Кандинского повлияли но если мы прочитаем эти моменты исходя из восприятия из теории восприятия то мы увидим что Кандинский на самом деле собственно обладая синестезией предъявляет нам сам процесс нашего восприятия именно в его нейросмысле то есть если Татлин и Малевич мыслят произведение искусства как объект который предъявляет собственные материальные основания у Кандинского его абстракции на самом деле предъявляют нам можно сказать нейропластичность как таковую и здесь его какие-то мозговые вот эта ситуация мозга Кандинского овнешняется и это очень хорошо видно в так называемой теории элементов Кандинского он образует в точке и линии на плоскости он говорит что у живописи существуют так называемые элементы и у этих элементов есть внешний характер внешний характер это живописность сама по себе например как выглядит точка как выглядит линия как организована композиция но у каждого элемента есть внутренний характер это определенное как говорит Кандинский напряжение вибрация материи которая откликается в человеке когда тот этот человек смотрит на полотно то есть мы видим здесь что по сути Кандинский говорит что нам нравится живопись не потому что нам нравится какой-то сюжет в живописи не потому что мы удивлены какой-то конструкции а потому что цвета и композиции действуют на нас непосредственно и вот это действие непосредственно может быть охарактеризовано как овнешнение самой нервной системы то как работает мозг очень интересно что в семидесятые годы мозгом начинает интересоваться Жиль де Лёс и Феликс Гватари и они говорят что мозг воистину является субъектом что они имеют в виду например в книге 90-го года что такое философия в конце вы можете увидеть целую оду мозгу де Лёс и Гватари говорят что мозг работает с концептами работает с понятиями не на основе редимейдов то есть он не берет готовые слова готовые понятия он не берет готовые перцепции а он представляет собой вот такую биологическую массу как сейчас мы бы сказали кросс-модальную массу из которой рождается сам процесс субъективации то есть мозг это реальный механизм материальный через который проходит в материальном смысле субъективация и Кандинский собственно если мы считаем что Кандинский является модернистом то есть предъявляет нам материальные основания Кандинский нам предъявляет нейрооснование то есть это такой нейромодернизм и очень важно что Кандинский чрезвычайно влияет на дадаистов известно что дадаисты в Цюрихе организуют его выставку и знакомятся с ним но также на немецких дадаистов на Рауля Хаусмана например или там в Цюрихе это Ханс Арп который был собственно учеником Кандинского и Ханс Арп говорит что Кандинский это первый конкретный художник то есть его абстракция вовсе мыслилась тогда не духовно не мистически а непосредственно материально как предъявление чего-то конкретного и интересно что дадаисты берут вот эту непосредственную непосредственное понимание элемента у Кандинского и выходят к особому особой трактовке коллажа монтажа и того что позже будет называться ассамбляж так в 1920 году Георг Гросс делает знаменитую работу которая называется Хартфилд сошел с ума и эта работа представляет собой вот такой манекен у которого нет ноги он стоит на таком протезе и через него пропущено электричество в этом смысле вот этот объект является сборкой различных телесных элементов и связан он безусловно с понятием военной травмы на физическом уровне собственно с войны возвращались коллеги и это очень часто часто встречались контузии и то что мы могли бы назвать словом brain damage то есть повреждение мозга и распространялся невроз военный невроз ну который сегодня может быть назван ПТСР так вот интересно что если дадаисты следуют кандинскому то есть предъявляют состояние нервной системы то их коллажи и ассамбляж нужно мыслить именно в этом духе то есть материально они предъявляют нам то что такой философ Брайан Масуми называет биограммой биограммой то есть определенным определенным первичным единством пространственного перцептивного опыта который связан с нашей нейронной структурой и здесь очень важно смотрите очень долгое время в трактовках кубизма и в коллажах дадаистов и в том числе в редимейдах Дюшана господствовала структурная лингвистика и психоанализ который считал что в коллаже например соединяются какие-то знаки да что коллаж отсылает к вот этой знаковой системе собственно акцент здесь ставился на роли символического что коллаж связан каким-то образом символическим но если мы понимаем коллаж вот с точки зрения кандинского именно как развитие идеи кандинского то мы должны говорить что дадаисты предъявляют нам некую материальность травмы и их коллаж можете можно вспомнить ханухёх безусловно да он не работает он работает не столько символическим сколько он предъявляет вот этот материальный план травмы очень интересно что само понятие травмы с древнегреческого можно перевести как протыкание и уже древние греки понимают травму и как психическое событие и как материальное то есть травма это место где психическое то есть вот это символическое совпадает с материальным полностью и есть очень интересный текст искусствоведки Доэрти 95 года посвященный военному неврозу коллажам да да и она начинает с интересного случая в Америке в 95 году у женщины женщина получила открытку по почте эта открытка содержала в себе дадеистический калаш но вот этот дадеистический калаш привел ее к выражению симптомов ПТСР то есть калаш напрямую свел ее с ума и она обследовалась потом у специалистов и они собственно подчеркнули вот это вот эту травму травму коллажом можно так сказать да что человека травмировал калаш и Доэрти говорит о том что это происходит потому что сам калаш воспроизводит вот эту структуру нервной системы калаш и ассамбляж воспроизводит эту структуру нервной системы возвращая нас к состоянию ну можно так сказать деструктивной нейропластичности и проблема вот этой травмы войны она связана еще с очень важной трактовкой где нейрофизиология открепляется собственно от психоанализа мы с вами знаем что психоанализ потом пойдет по пути структурной лингвистики да такой лакановский структурный психоанализ будет говорить о важнейшей роли символического и видно что у Фрейда уже намечается вот этот отход от нейрофизиологии он проявляется в особой роли сексуальности разбирая военные неврозы Фрейд говорит о том что несмотря на то что у этого невроза есть внешняя механическая физическая причина подлинная причина невроза находится в сексуальности то есть сексуальность является подлинной причиной невроза это приводит к тому что травма в психоанализе осмысляется как травма всегда уже да или вот что травма всегда уже была она была в истории субъекта она была вот в означающих да вот в этой цепочке означающих который субъект длит себя и в войне военном событии актуализируется вот это всегда уже травмированность субъекта то есть травма понимается и переживается только в отношении того каким образом она взаимодействует символической структурой и это собственно и приводит к вопросу об интерпретации вопросу о психоаналитической интерпретации и обратите внимание что додейстический коллаж очень быстро переходит в коллаж сюрреалистический например коллажи Макса Эрнста где мы уже работаем действительно с похожим образом на интерпретацию сновидений у Фрейда и Катрин Малабу в своей работе «Новые раненые» говорит о том что помимо вот этих структур символического воображаемого и реального которые присутствуют в структурном психоанализе Лакана мы должны мыслить горизонт собственно материального а именно то что Катрин Малабу называет церебральность она упрекает Фрейда и Лакана в том что они подспудно верят что психика обладает собственно нерушимым характером и вот эта история субъекта она никогда не может быть утрачена полностью но Малабу говорит что достаточно такой неизощренной травмы мозга чтобы вы полностью потеряли память например чтобы ваша история субъекта полностью прервалась и вы испытали крах идентичности абсолютной и вот этот крах идентичности уже нельзя интерпретировать он не связан с тем как интерпретацию понимает психоанализ и по мысли Катрин Малабу мы должны вернуться к особой ситуации где материальное и символическое совпадают этой ситуации является собственно церебральное и лучше всего это церебральное может быть проанализировано на примере травмы мозга и интересно также что когда мы исследуем военную травму то есть ПТСР эта травма также может соответствовать некоторым состояниям например аутического спектра расстройства аутического спектра и собственно Катрин Малабу выдвигает гипотезу о том что политическая травма например социальная депривация ничем не отличается от физической травмы то есть психическая и физическая в этом смысле совпадает и тогда мы можем я еще раз вернусь к коллажу и дедаистическим методам на мой взгляд очень важно и интересно трактовать их из кандинского именно как овнешнение нервной системы а дедаистические коллажи как предъявление материальности травмы которая которая не работает символическим а собственно открывает вот этот план материального прерывания идентичности и субъективности собственно для чего это нужно для чего нам нужно помыслить эту травму материально сегодня очень распространены разные ну существует такое понятие когнитивного капитализма которое было популяризировано конечно в постапираистской теории и оно переводит наш акцент с того что мы можем назвать финансовым капиталом то есть капиталом предельно абстрагированным да капиталом который связан с алгоритмизацией и вот процессами финансализации в термине когнитивный капитализм мы оказываемся мы сталкиваемся с неравенством современного телесного субъекта то есть неравенством наших тел и тем огромным массивом данных и вот этих алгоритмических процессов с которыми этот субъект сталкивается и собственно ряд теоретиков предлагает смотреть на скачок информационный скачок этих данных как на своего рода военную военную травму то есть то что испытывает мозг наш социальный мозг сегодня очень очень близко к той травматичности которая присутствовала и была открыта дадаистами в момент первой мировой войны то есть эта травма она связана с некоторой материальностью и если мы говорим что физическая травма да вот травма мозга прерывает идентичность прерывает символическое то мы можем сказать что помимо структур существует еще и вот такое внедрение в символическое и в 71 году феликс гватари написал такой текст который называется машина или структура где он говорит о том что структура построена на цепочке означающих и означающая это какой-то элемент обладающий позиции в системе но машина говорит гватари функционирует совсем иначе она вторгается в структуру и приводит к такому к поломке этой структуры то есть вот эти символическое начинает ну воспользуясь таким поэтическим языком оно начинает плавиться немножко да феликс гватари называет это что машина как бы пародируя структуру начинает ее изнутри подрывать и связано это сегодня например с тем что языком например дети учатся языку уже не от родителей а например от гаджетов и смартфонов да и возникает вот такая техно-лингвистический процесс техно-лингвистического обучения но очень важно что современный субъект его определенная телесная организация скрывает вот это несоответствие данным несоответствие алгоритмам и реагирует на это процессом материальной травмы и если мы так прочтем вот эту травму то мы увидим что калаш какие-то авангардные именно додейстические практики это калаш ассамбляш обладают очень важным обладают очень важным психическим измерением то есть мы должны трактовать их не эстетически но как красивые штуки да а мы должны принимать их вот это травматическое измерение например такой искусствовед Йорк Хайзер недавно написал о том он там посмотрел какой-то сериал от Netflix и сказал о том что действительно сегодняшняя культура мемов по сути дела наследует коллажам дадаистов но также он напрямую связывает эту ситуацию с некоторой травматичностью можно сказать что эта травматичность опять же лежит не в области травмы психоанализа и как психоанализ понимает травму а в области скорее вот изменения материальных структур мозга и возвращение к этим техникам мы видим собственно в практиках например Эми Айрланд которая собственно и говорит нам о ксенопоэтике существует вот такое интервью Эми Айрланд оно называется поэзия это космическая война где у нее берут интервью и ее и там такое высказывание можно услышать мне кажется что поэзия это что-то вроде самонаказания говорит тот кто берет интервью и Эми Айрланд отвечает что да это действительно так то есть мы скрываем в современных поэтических практиках Эми Айрланд она очень интересно она работает с 3D печатью например она работает с понятием мема она связана с твиттером она осмысляет поэтичность среды твиттера то есть она на самом деле очень близка дедаистическим практикам и в том числе писала тексты по авангарду и по можно даже сузить это понимание о материальности авангарда написал о шуме в авангарде так вот Эми Айрланд собственно открывает нам горизонт где роль поэта сводится к тому чтобы стать травмой то есть это определенная ситуация идентификации где поэтическое совпадает с травматическим и Вальтер Беннимен как-то говорил об Адлере очень интересно он говорит вот психиатры знают таких людей и Вальтер Беннимен использует такое слово травматофил его нет на русском кстати этого слова я не нашел но вот мне оно нравится травматофил и это можно сказать и о поэтике Эми Айрланд это травматофилическая поэтика которая связана с идентификацией с вот этой материальностью травмы или раны какую роль играет эта идентификация можно сказать что в тот момент когда вы идентифицируетесь с травматическим событием в такой мазохистической логике можно сказать вы собственно уходите от вопроса об ограниченности человеческого субъекта интересно что травма глубоко диалектична на самом деле именно мозговая травма потому что с одной стороны мозговая травма это реакция на чрезмерность внешней среды а с другой стороны это реакция которая позволяет приспособиться к этой внешней среде то есть в травме всегда есть ну как у Гельберлина вот это момент исцеления то есть копье которое ранит это и есть исцеляющее копье но мы можем сказать что это работает в том случае если мы становимся самой раной и становимся самим этим копьем то есть мы идентифицируемся еще раз я повторю с травмой и тогда сами наши ограничения ограничения человеческого субъекта они подвешивают вот эту границу между внутренним и внешним и на самом деле они расширяют наше понимание нормы и позволяют нам функционировать и мне кажется что именно так работали практики дадаистов то есть воспроизводя на материальном уровне травму дадаисты на самом деле расширяли понятие о норме и включали в культуру вот этих выключенных из культуры например военных которые выпадали из безусловно которые выпадали из символического порядка и вот этот дадаистский калаш он был таким способом через вот Рауль Хаусман он говорит напрямую что это была инстинктивная попытка лечения то есть травма здесь совпадает с вот этой попыткой приспособиться попыткой каким-то образом представить вот этот момент лечения лечения и сегодня вот эта ксенопоэтика работает разными гетерогенными как раз способами но она пытается задействовать внешнее то есть соединиться с вот этим давящим ранящим нас раскрывающим нас вовне внешним импульсом и тем самым нащупать вот это вот ну что ли инстинктивное лечение быть и раной и лечением одновременно ну Эмми Айрланд известна помимо прочего еще тем что она отсылает к практикам CCRU и в CCRU существовала определенная трактовка кантианской эстетики да то есть эстетики критики способности суждения я буквально в двух словах воспроизведу вот это особое отношение к кантианской эстетике дело в том что Кант он выстраивает такую вот такую ограду человеческого определяя то каким образом человеческое оставаясь человеческим познает внешнее и он выделяет так называемые трансцендентальные механизмы которые позволяют нам встречаться с внешней действительностью но проблема юма никогда для канта не является решенной до конца эту проблему можно сформировать следующим образом то есть да у нас есть безусловно механизмы которые позволяют нам что-то познать о мире познать вот эту вещь для нас но что если в мире полным полно еще механизмов и каких-то странных явлений которые вообще происходят там где-то сами по себе и человек совершенно не способен их познавать и для канта это приводит к своего рода ужасу он вдруг понимает что действительно существуют вот эти вот существует опасность вот этих случайностей которые не не учитывается его системой и он запечатывает все эти случайности по сути дела в два режима это режим прекрасного и возвышенного то есть прекрасное и возвышенное это по сути дела запечатанное многообразие внешнего с которым сталкивается человек и в текстах CCRU вот это эстетическое прекрасное и возвышенное трактуется исходя из травмы то есть травма нанесенная внешним кантом апроприируется в качестве механизма вот этого прекрасного и возвышенного и если мы уберем то есть распакуем вот эти термины прекрасного и возвышенного то мы тем самым окажемся способны понять само человеческое как работу вот этих разных столкновений космического или материального разных материальных сил которые все время переописываются и если вернуться к Кандинскому то Кандинский это и открывает ввиду синестезии он открывает не модальность он открывает вот эту первичную кросс модальность и саму нейропластичность мозга которую он нам и предъявляет можно сказать что вот интересно что у Кандинского всегда на самом деле остаются образы в его работах даже в абстрактных работах и Клемент Гринберг говорит о том что это ретроградность Кандинского что он никогда до конца не не является вот таким абстракционистом но на самом деле Кандинский здесь переходит от образа к тому что мы можем назвать механизмом распознавания образов то есть его интересует каким как наш когнитивный аппарат опознает из вот этого хаоса можно так сказать оркестрованного хаоса распознает выхватывает вот эти образы то есть Кандинский и сам начинает описывать зрителя и сам начинает описывать художника как некоторую материальную силу как машину вот этих психических аффектов в а духовном в искусстве у него есть собственно прямое указание на это он говорит что живопись должна быть как рояль где каждый цвет это клавиш и этот клавиш бьет прям тебе по психике то есть бьет непосредственно по душе и вот так работает искусство то есть это на самом деле модернистское представление то есть тебе буквально на уровне вибрации напрямую передают то есть тут нет никакого символического нет никакой интерпретации да тебе прямо вот так вот неопосредованно живопись с тобой работает и и можно сказать что в этом смысле мы оказываемся это способно переописать эстетическое с точки зрения вот такой машинной теории а не теории структурной и это очень важно потому что мне кажется что в когда мы говорим о современном искусстве или о современной поэзии очень легко эстетизировать эти формы то есть например сейчас когда люди с коллажом работают можно легко сказать что это вот довольно красивые эстетизированные вещи или с вот этими странными объектами то есть очень легко отрезать вот эту связь собственно с психическим аппаратом и мне кажется что необходимо всегда ее иметь в виду всегда иметь в виду отношение поэзии или ксено поэзии с с телесностью с телесностью травмы и с той ролью какую эта травма играет в ну таком в современном таком когнитивном капитализме и соответственно я хочу вот показать на самом деле на примере научной фантастики как может реализоваться вот это вот нейро нейросистема столкновение с внешним я думаю может быть многие из вас читали Питера Уоттса работу ложная ложная слепота на самом деле эта работа кажется важной на самом деле она мне кажется переоценена во многом ну то есть скептически скорее я сейчас к ней отношусь но мне важен один мотив из Питера Уоттса там описывается ситуация первоконтакта где отправляют людей которые должны будут столкнуться с инопланетным нечто если вы посмотрите там нет людей в нейронормативном смысле этого слова то есть там все герои они обладают какой-то нейромодификацией например главный герой действительно вот главный герой он там тоже у него произошла какая-то по-моему нейротравма и он перестал воспринимать эмоции и именно это позволяет ему быть таким ну бортовым дневником и записывать беспристрастно все что происходит то есть там очень интересно речь идет о ранении о травме о нейротравме там у всех персонажей есть подобного рода нейро либо травма либо модификация именно за счет этой нейромодификации они оказываются способны взаимодействовать с вот этим инопланетным которое общается с людьми по принципу китайской комнаты то есть не на уровне символического а на уровне машинной комбинаторики то есть можно сказать что вот здесь у Питера Уоттса раскрывается вот эта модель ксенофантастики где никакого человеческого в нормальном смысле в таком нормализированном смысле нет да а есть различные такие машинные столкновения которые которые и становятся частью повествования в отношении самого повествования ложной слепоты мне было очень интересно знаете что когда я читал мне было интересно что когда ты читаешь ложную слепоту там не создается никаких образов то есть там буквально у тебя нет никаких картинок в голове потому что Питер Уоттс работает с очень абстрактными формами когда он описывает Роршах например да когда он описывает вот эту планету то есть буквально у тебя какие-то абстракт фактически супрематизм у тебя в голове летает и он не формируется в какую-то среду да то есть это такая фантастика интерес это интересный такой ход тоже раскрывающий традиции ксена письма безусловно это письмо которое не работает с точки зрения оформления в какие-то миры в таком попсовом смысле этого слова да ты видишь как вот например я не люблю очень но тоже я скептически отношусь к Чайном Евилю на самом деле именно потому что если вы читаете Чайном Евилю у него очень кинематографичность очень кинематографический язык да то есть вы прям буквально кадры видите как будто вот фильм смотрите это очень часто очень во многих его текстах существует но вот у Питера Уоттса это совершенно не такой недружелюбие вот есть в этом такое холодное недружелюбие вот этих систем но кто-то говорит что он просто плохой писатель да что писатель должен вообще-то образы создавать чтобы вживлять а вот просто плохой писатель он какой-то там научный трактат запихал да вот вот и ему не удалось создать убедительный мир и многие его критикуют за это но я скорее скажу что это интересно вот в отношении вот такой нейронормативности да и критики этой нейронормативности ну и соответственно что касается лаборатории здесь видно как понимается мной в частности вот это ксенописьмо есть какая-то машина материальная которая вторгается в символическое прерывает его и функционирует как некоторая материализация травмы которую можно задействовать да и которую которая работает непосредственно да это но я противопоставляю вот эту ксенописьмо и противопоставляю ксенопоэтику тому что миссу назвал вненаучной фантастикой и но это мой перевод его с ним можно поспорить на самом деле потому что это называется экстра science fiction то есть можно перевести как экстранаучная фантастика но изначально эта идея у миссу появилась в 2006 еще году то есть довольно давно и он прочитал лекцию по научной фантастике и тогда он называл это фикция по ту сторону научного вот такой у него сложный термин был то есть fiction beyond science по-английски вот так это звучало и уже потом это стало экстранаучной фантастикой но вот в этой экстранаучной фантастике миссу предлагает выделить жанр внутри жанра то есть каким-то образом провести различия между тем что мы понимаем под научной фантастикой классические да и тем что он назвал как раз вне научной фантастикой вот вот как проводится эта граница тут важно понимать что такое научная фантастика я надеюсь на то что это будет понятно это конечно требует развития это не так быстро расскажешь но очень важно что научная фантастика это некоторое построение нарратива некоторое построение мира на основе научной гипотезы то есть существует фантастика существует фэнтези это все нас не касается нас касается именно научная фантастика и вот научная фантастика это определенное развитие нарратива который исходит из научной определенной научной гипотезы в твердой научной фантастике например присутствует ограничение на допущение В твердой научной фантастике одно допущение научное должно быть, все остальное должно быть как следует. Там даже есть вот эти ранги допущений. Но в целом научная фантастика развивает мир в отношении науки и смотрит, например, как наука повлияет на какие-то социальные изменения. То есть выстраивает, такой делает проброс, будущее, например, но необязательно. И показывает, как наука может быть обжита и как нарратив раскалывается и меняется с точки зрения научности. Ну вот мой любимый фантаст Грег Иган, один из моих любимых фантастов. Собственно, все его работы построены по вот этой системе. Есть какая-то научная гипотеза, очень часто построенная. Ну, у него есть квантовая физика, у него есть математика. Особенно ему удаются, конечно, то, что называется math fiction, то есть математическая фантастика. Но у него там есть как раз определенные ограничения. И это ограничение как на уровне формы повествования модулирует это повествование, так и на уровне мира, который создает Грег Иган. И это, собственно, да, это вот такая научная фантастика, как мы ее знаем. А МИИСУ предлагал выделить определенный такой жанр, где наука сама оказывается под вопросом. То есть происходит что-то такое с наукой, что делает, например, эксперименты невозможными. И делает саму науку невозможной. Обратите внимание, что невозможность науки не означает, что речь идет о повествовании, где наука еще не придумана, где есть какой-то донаучный мир. Нет, на самом деле это не так. То есть вне научная фантастика – это фантастика уже в научной парадигме, но там происходит какое-то событие, которое делает науку невозможной. И мы оказываемся в мире, где наука оказывается ограниченной. И вот этот жанр научной фантастики МИИСУ называют вненаучной фантастикой. И как пример, на самом деле он приводит писателя французского Рене Боржавеля и его романы 40-х годов, где очень важную роль играет, например, у него есть такой роман 43-го года, где отключается электричество. И электричество как физическая сила и использование электричества в технологиях оказывается невозможной. И выстраивается мир, который построен без электричества. Это такая катастрофа, в принципе, социальная, за этим следует. Там происходит такой коллапс в иерархические структуры. Ну, в общем, интересно. То есть, собственно, как говорили советские конструктивисты, коммунизм и электрификация идут рука об руку. То есть, ты теряешь электрификацию, теряешь коммунизм сразу. Собственно, в 43-м году Боржавель вот это и описывает. То есть, утратилось электричество, все, там построили иерархическую структуру с таким монархом, по сути дела. Ну, еще один пример вот такой вне научной фантастики – это Филипп Дик и его «Убик». Замечательный текст «Убик» Филиппа Дика, где, собственно, мир настолько непредсказуемся вот по себе. То есть, там Филипп Дик, можно сказать, подключается к вот этому кошмару Канта, который описывает CCRU. И открывает, что мир вот обладает вот этой какой-то контингентностью сам. И мир Филиппа Дика не построен на принятии какой-то научно понятой причинно-следственной связи. И на этом построены там в том числе и какие-то технические особенности Филиппа Дика и этого романа. Ну, и это я рассказываю про лекцию еще пока 2006 года. Что появляется в тексте более позднем, который, собственно, наверное, вы знаете про экстранаучную фантастику, появляется привязка вот этой системы научной фантастики и вне научной фантастики главному проекту МИИСУ, выраженному в работе после кон... Тоже неприятное. То есть, я говорил про вот этот ассамбляж Дадаистский, да, где не было конечности. То есть, слово «конечность», оно тоже отсылает к травме интересным образом. И после «конечности» я все время представляю себе... Ну, короче, вы поняли, да, материальность травмы, я себе представляю. Ну, короче, после «конечности», но не этой «конечности», а после «человеческой конечности», да, где уже более подробно разбирается вот эта проблема юма, проблема негарантированности причинно-следственных связей и как МИИСУ обыгрывает на самом деле вот эту проблему юма. И в тексте о научной фантастике и экстранаучной фантастике вот этот жанр экстранаучной фантастике, который МИИСУ сам как бы находит в истории как поджанр научной фантастики, он обладает вот таким потенциалом быть литературным расширением его проекта вот после «конечности». То есть как формировать нарративы, учитывая его работу «after finitude». Вот. Но на самом деле я хочу обратить ваше внимание на две позиции здесь, в данном случае. То есть на разницу ксенописьма и ксенопоэтики, которую я вот раскрыл через материальность «brain damage», да, в каком-то смысле. И с другой стороны проекта МИИСУ. Потому что МИИСУ, он мыслит научную фантастику до сих пор, да, как некое производство мира. То есть производство повествования. Но это повествование обладает каким-то внутренним научным ограничением. Он там на самом деле говорит о том, что существует несколько таких тактов экстранаучной фантастики. Например, есть такая научная фантастика, где что-то пошло на бикрейл, но это не влияет на весь мир. Есть где-то, есть второй такт, где уже больше, больше непорядок с миром, да. Есть третий такой радикальный пункт, где мир вообще полностью раскалывается, все вертится, вот. И ничего нельзя вообще зафиксировать. И он там тоже приводит пример, разные эти жанры. Но интересно, что у МИИСУ остается вот эта привязка к некоторому прогнозированию роли фантастики в построении возможных миров. И эта фантастика, по сути, работает от мира, то есть от окружения, в котором читатель себя обнаруживает. Читатель или тот, кто пишет, или пишущий. Тогда как у МИИСУ, собственно, с самим пишущим и самим читателем возникает вот эта травматическая, деструктивная нейропластичность, можно так сказать, закрепление. И мне кажется, это разница между разными практиками письма, разница между поэзией, которая работает непосредственно. И Эми Арланд об этом постоянно говорит. То есть это не репрезентация, а непосредственная работа материального. То есть поэзия – это как такой, ну, скорее, как у Кандинского, прямо в душу тебе, да, вот такая работа. И когда, просто я хочу подчеркнуть буквальность этого выражения, вы должны понять очень простую вещь. Когда Кандинский создает свою абстракцию, он базируется на своих синэстетических восприятиях. И когда человек, который не обладает синэстетическими восприятиями, начинает смотреть на работу Кандинского, у него буквально начинаются некоторые изменения, кросс-модальные изменения. Вот что очень интересно. То есть это буквально Кандинский меняет мозг. Точно так же, как додейстический калаш меняет мозг, и это нужно непосредственно воспринимать. Я считаю, что поэзия вот так же на нейроуровне непосредственно влияет. Наверное, вам известна книга, по которой снят фильм «Прибытие». Кто-нибудь смотрел, да, наверняка фильм «Прибытие», где обсуждается вот такая ксенолингвистика как раз. Она построена на ксенолингвистической гипотезе, о которой я, кстати, тоже хотел сказать кое-что. Вот вы знаете, что в 70-е годы все начали по инопланетянам сходить с ума. Очень интересно, что это особый вариант холодной войны. Всех начали похищать с целью сексуальных экспериментов инопланетяне. То есть там очень конкретная была, на самом деле, привязка, что инопланетяне не просто похищают, но похищают и ставят сексуальные опыты. Выходили целые сборники научной фантастики про сексуальный первый контакт с инопланетянами. То есть все просто с ума сходили по этому поводу, все искали этих инопланетян. Сейчас уже такого не встретишь, да? И на самом деле вот преподаватели истории искусства, я вам, извините, я задерживаюсь на самом деле, но я хочу сказать, у нас была преподавательница по Ренессансу, когда она читала нам лекции, она нам рассказывала про Карла Кривелли, а у Карла Кривелли, вы, может быть, знаете, у него там на задней плане тарелочке летит такая UFO. И она говорит, вот, летают же. И люди старой закалки, они на самом деле верят в инопланетный контакт. Кстати, если вы посмотрите Кривелли, Благовещение и Заскали, да, там действительно тарелочка. То есть это очень сложно опровергнуть. Но это вообще такая культура 70-х, на самом деле. Там вот эти вот летающие тарелки, вот это все. И Уильям Бэрус незадолго до этого периода, он, собственно, сказал, что мы все ищем. Мы все ищем инопланетное, но на самом деле, возможно, инопланетяне настолько вжились в нас, что мы их воспринимаем как нас самих. Вот это очень интересная мысль. И Бэрус говорит, что язык на самом деле является инопланетным вторжением. Да, то есть мы ищем где-то за пределами инопланетян, мы проецируем этот первый контакт. Но на самом деле мы должны осмыслить сам язык как вот этого alien, да, вот как что-то чужеродное в нас, что работает по собственным законам. И эти законы вовсе не ограничиваются какими-то лингвистическими порядками. Они на самом деле работают как мемы, да. Вот что-то становится мемами само по себе, что-то распространяется как вирус. И в этом смысле Бэрус, конечно, говорил о том, что сам язык является вот этой ксенопрактикой. То есть не просто старый добрый язык, все было бы известно, а что внутри самого языка есть вот этот чужеродное, есть вот этот результат вторжения, да. И что в языке живут инопланетяне, собственно, да. Они живут как язык в человеке. Это все параноидальные, на самом деле, вещи. Но это интересное тоже. Я не буду, сейчас нет времени обсуждать это. Но, в общем, необходима критика, очень серьезная критика вот этого параноидального субъекта. Филиппа Дика, например, или Уильяма Бэруса, да, связанного с контролем и с тем, что у тебя внутри что-то вживлено, да, вот это вот ощущение. Которое в 70-е годы всех фантастов очень волнует. И сегодня оно снова проявляется. Но нет у нас времени. Просто что я хочу сказать. Я хочу сказать, что существуют вот эти две системы, где в одной системе оказывается важным непосредственное изменение субъекта. Это достигается за счет письма и ксенопоэтики. Сам субъект переописывается, исходя из вскрытия вот этой травматического вскрытия границы. А во втором случае МИИСУ, и это интересно в отношении всего проекта МИИСУ, он выстраивает мир, где сам мир выстраивается иначе, где субъект выходит как к какому-то горизонту изменения. В этом разница. И это два, можно сказать, режима письма. Вы начинаете от мира, с одной стороны. Либо вы начинаете от мира, либо вы начинаете из овнишнения нервной системы и вот этих психических ситуаций. Вот. Но еще я в заключении буквально три минуты, прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел сказать еще одну интересную вещь, тоже связанную с языком. Она касается самого определения научной фантастики и парадоксальности этого определения. Дело в том, что вы можете прочитывать научную фантастику двумя разными способами. И существует две ветви теоретиков научной фантастики. Либо вы считаете, что научная фантастика – это фантастика. То есть главным субъектом здесь является слово «фантастика». Получается, что фантастика вписывается в буржуазное развитие литературных жанров, да? То есть где есть романная форма. То есть фантастика, вы понимаете, под фантастикой в первую очередь историю литературы и как в эту историю литературы вписывается фантастика. Но такой очень важный теоретик Дарко Сувин, он вообще интересен тем, что он переосмыслил всю фантастику не как литературу. Он считал, что научная фантастика – это вообще не литература. А субъектом научной фантастики является наука именно. То есть научная фантастика – это повествование науки, а не развитие литературных жанров. Это очень интересно. Например, Дарко Сувин писал об утопии, что утопия – это не просто литературная форма, известная нам от утопистов, типа Томаса Мора и так далее. А это определенная экономическая система. То есть в утопии вот этой наукой является экономика, экономические отношения, социально-экономические отношения. И вот интересно, например, такие новые утопии, как утопии Кима Стэнли Робинсона. Это, по сути, тоже научная фантастика, но наукой здесь является экономика. Какая-то экономико-социальная модель. Вот что интересно. И получается, что в словосочетании научной фантастики возникает то, что параллаксом называется. То есть взаимное удерживание двух несвязанных, то есть не то, что несвязанных понятий, а либо фантастика захватывает научное, либо наука захватывает фантастику. И эти два взаимоисключающих захвата удерживаются вместе парадоксальным образом. Очень интересно, что подобный же вариант вы встретите в еще одном словосочетании. Это сочетание современное искусство. То есть то же самое отношение происходит в словосочетании современное искусство. Есть ряд теоретиков, которые считают, что современное искусство – это искусство. И тогда это история искусства, все вписываются в историю искусства и так далее. То есть главная задача современного художника создать произведение искусства таким образом. А есть ряд теоретиков, которые считают, что субъектом современного искусства является современность. То есть современность захватывает искусство, и тогда задача художника заключается в том, чтобы создать современность. Это совершенно разные понятия, которые противоречат друг другу, но тем не менее удерживаются вместе. Но сейчас еще интересно, что и современное искусство, и научная фантастика, они организованы вот так, из такого языкового парадокса, они начинают вместе еще и соединяться в разных новых формах, например, такого нового видеоэссеизма, разного рода синофутуризмов, ну, разного рода вот этих футуризмов в искусстве. То есть нащупывается вот это соответствие противоречий современного искусства и противоречий научной фантастики. И мне кажется, что это, безусловно, тоже должно как-то разбираться интересным способом и иметься в виду, когда мы говорим о научной фантастике и когда мы говорим о современном искусстве. И еще я... Ну, все, наверное, все, все. Давайте к вопросам перейдем. И о вопросах я, может быть, еще там, что я хотел сказать и не успел, я еще скажу. Отвечаю на вопросы. Да, Боря, спасибо большое за такую удивительную лекцию. Друзья, вы можете задать вопросы либо в чате, либо вы можете тянуть руку, и мы будем включать вам звук. Как вам удобнее. Вот смотрите, здесь есть вопросы в чатике. Я их, если угодно, прочитаю, да? Да, давайте так. Вот, Аня Савченко пишет. Так, Кандинский же, по сути, делал пространство. В дневниках он описывает именно вхождение зрителя через картину в пространство. Нет? Сейчас я прокомментирую этот вопрос. Да, давайте этот вопрос прокомментирую. Да, безусловно, вот работа с искусством, она связана с работой с пространством. Но я хочу указать на то, что это пространство у Кандинского и у Татлина понимается радикально различным способом. То есть Татлин в своих вот этих рельефах, да, который впервые выходит по пониманию архитектурности, да, что произведение выходит к архитектурным основаниям конструкции. Он понимает пространство как конструкцию. Обратите внимание, что это будет очень сильно влиять на конструктивизм и производственное искусство. Логика конструктивизма и производственное искусство заключается в том, что если вы меняете пространство как конструкцию, вы меняете вторично. В такой обратной связи вы меняете субъекта, который с этим пространством работает. Например, рабочий клуб Родченко, да, это какое-то по-новому осознанное пространство, которое влияет на субъекта определенным способом. Кандинский, когда он выстраивает свое пространство и говорит о пространстве, он имеет в виду как вот то, что как раз Масуми называют биограммой. То есть как наш мозг создает перцептивную модель нашей ориентации в пространстве. То есть здесь очень важна вот эта вот такая нейротрактовка пространственной ориентации. И, конечно, и в первом случае, и во втором случае это все отсылает к пространству. Но это пространство, которое связано с различными материальными основаниями, с различными трактовками того, что понимается под материальным в первом и во втором случае. Понимаете? Вот. Вот следующий комментарий. Кажется, главному герою, страдавшему от эпилепсии, чуть ли не половину мозга в детстве удалили. Да, это по поводу ложной слепоты. Да, у него там нет мозга. Действительно. То есть там радикальная трансформация. Типа психическое пространство другого, нейромир другого. Я думаю, что это как раз комментарий к тому, что происходит с вами, когда вы сталкиваетесь с картинами Кандинского, которые предполагают вот эту кросс-модальность. Да, это вы действительно сталкиваетесь с нейронормативным произведением, которое требует от ваших нейронных структур радикальной трансформации. Вот это интересно. И это то же самое, что вы увидите у дадаистов в их технике ассамбляжа. Именно ассамбляжа. И обратите внимание, есть рэдимейд Дюшана, который работает, по сути, с символическим переносом из пространства неискусства в пространство искусства. Здесь же речь не идет о рэдимейдах. Как Делюс говорит, мозг, он не работает с рэдимейдами. Он работает с вот этим, если угодно, первичным супом, из которого все это вот так вот кристаллизуется очень странным способом. И ассамбляж скорее этому соответствует, а не рэдимейд. Вот что интересно. Так, нейропластичность как раз и вышла чуть ли не из описания одного случая, когда чуваку пол головы вышибло, а ему хоть бы хны, все работало. Да, действительно, это есть такой случай. На самом деле, он сейчас развенчан, по большей части, с научной точки зрения. Но действительно, исследование, он, так скажем, подстегнул исследование нейропластичности. Хотя это такая полубайка, можно сказать. От Паши Арсеньева вопрос. А давай я сам спрошу, Боря. Хорошо, да-да-да. Прости, я чуть-чуть ненадолго отключался. У меня тут небольшой сменой места была. Ну, я к началу лекции вопросы к Кандинскому хочу задать. Значит, во-первых, так случайно произошло, я не знал, что ты будешь говорить о Кандинском, я просто что-то читал такое. Вот, и я обнаружил общеизвестный, в сущности, факт о Кандинском в Боухаузе. Ну, как бы это известный конфликт интересов и эпистемологий. Но чуть-чуть интереснее становится, если узнать, что в эти же годы в Боухаузе, вот когда Кандинский уже давно написал о духовном искусстве, преподает, там есть лагерь, скажем так, более позитивистски настроенный. И не просто на словах, ну, не в смысле, там, Мейер или Гропиус сам или кто-то еще, а вот радикально позитивистски. То есть из Вены приезжают Карнап, приезжают, там, я не знаю, Фрегель, ну, то есть вот логические позитивисты, которые только за механизацию сознания выступали. И читают лекции, и в целом это как бы совпадает вот с тем Мейеровско-Гропиусовским, да, духом Боухауза. Что они критикуют, что они мочат? Они выступают против любых метафизических высказываний, против любых утверждений неверифицируемых, ну, в сущности, так называемых ложных проблем языка. Например, бог или душа, ну, как ты догадываешься, духовное в искусстве, им не все нравилось в Боухаузе. И вот духовное в искусстве – это как раз то, что наиболее противно вот такой позитивистской версии Боухауза, хотя здесь же Клея, здесь много кто, и в том числе сам Кандинский. Интересно, что у Кандинского в дневниках можно найти небольшие переклички с логическим позитивизмом, он говорит, что надо начать с формы, с линии, с простых элементов, вот почти как протокольные предложения, а потом уже надстраивать более сложные, ну, в его случае метафизические действительно, а не просто синтетические утверждения. Ну, вот, он присутствует на лекции Карнапа. Они встречаются, они даже общаются немного, но там быстро начинается нацизм и как бы всем достается, всех как бы разгоняют по будкам. Вот, что я хочу спросить. Как ты считаешь, это просто институциональная случайность, что он там оказался и вообще вот встретился, и вообще общался с логическими позитивистами, а сейчас кто-то пишет про это статьи, что вот они в чем-то там все-таки пересекались. Или это откровенная позиция, в том числе вот в смысле духовном понятном как нейропластическая, да, потому что, ну, для них это все были кирпичики. А здесь все-таки, как ты сам начал, это такая более тонкая и, может быть, не только психоинженерия, а вот нейрохирургия такая. Ну да, это, кстати, очень сложный вопрос. Вот сейчас, вот по поводу влияний, у меня все зависло, я не понимаю, меня слышно или нет. Да, слышно. Да, ну, в общем, вот этих взаимовлияний, вот эти взаимовлияний очень сложно исследовать, действительно. И находить какие-то пересечения довольно проблемно, то есть это все может функционировать на уровне гипотез, что ли, таких. Но я могу сказать вот по поводу исследований, которые сейчас есть, да, вот с которыми я ознакомился, вот буквально там 15-16 года о Кандинском. И там основа этих исследований заключается в том, чтобы понимать духовное у Кандинского не как метафизическую как раз категорию, а материалистически. То есть, ну, просто не было словаря, действительно, у Кандинского не было словаря тому, что он испытывал, да, и он пытался найти этому какой-то эквивалент в немецкой такой традиции. Но сама эта немецкая традиция, Geist, да, она тоже не метафизическая, по сути дела, потому что Гегеля, например, да, который использует вот Geist, можно мистически читать, но я считаю, что это неправильно. Ну, она разная, скажем, эта традиция, она неоднозначная, как минимум. Да, то есть, я считаю, что когда Кандинский говорит о духовном искусстве, вот эту духовность мы должны понимать в гегельянском таком духе, извините за тавтологию, да, в гегельянском духе понимать духовность. А интересно, что существует очень мощная линия аналитического гегельянства, ты наверняка знаешь это, да, и которая как раз пытается трактовать понятие духа Гегеля аналитическим способом. Есть такая группа, они очень смешно называются Питтсбургские гегельянцы, я представлял их как команду, баскетбольную команду, да, Питтсбургские гегельянцы. Есть такие ролики. Да, но вот в этой работе 2015 года о духовном искусстве начинается вот такой фразой, что произведение искусства это продукт своего времени, то есть продукт своей эпохи. И вот это на самом деле гегельянский тезис о духе, да, вот о том, как существует дух, как он историзирован. И мне кажется, что если развивать вот эту линию позитивизма, то можно вот связать это с таким аналитическим гегельянством и вот так понимать скорее Кандинского. Я понял, спасибо. Тогда если можно, я второй вопрос задам, он как бы не уточняющий, а как бы дальше идущий. Если я правильно понимаю, он, по-моему, тоже там мелькнул уже в чате вопрос, но я разверну. Если я правильно понимаю, что тоже к началу лекции, к нейропластичности, если для Кандинского, как ты говоришь, если он экспонирует нашу нейропластичность как таковую, да, вот как модернисты материальность, субстрата, да, то можно ли найти, опять же, этим все-таки слишком алхимическим, на мой вкус, процессом, то есть они одновременно позитивистки, да, они как бы, им занимается наука эмпирическая, да, но это такая эмпирическая наука, которая существует там через графики, через всякие томограммы, которые очень сложно верифицировать, да, и поэтому она не такая уж как бы строго эмпирическая, скажем так. Там много приспособлений вовлечено. Ну так вот, можно ли, так сказать, для более обыденного сознания или даже обыденного языка понимать вот ту субъективацию, которая, как ты сказал, происходит в нейроматериалистических процедурах, операциях, вообще грамматически? И я сразу как бы раскрою карты. Гневинист говорил о том, что нас не существует до того, ну, много кто это говорил, но он говорил, что нас не существует без местоимений. То есть вот мы произносим «я», и вот только с этого момента тоже себе, да, вполне когнитивная и нейрокогнитивная операция, потому что она локализует пространство, во времени, там, причинность, все прочее. Вот, но он, как бы скажем так, он взял картезианство и грамматикализировал его, да, то есть он сказал, что без вот всех этих дектических частиц, ну, ты понял. Можно ли вот всю ту нейропластику, опять же, о которой ты говорил, в том числе вот в искусстве, до поломок, до травм, хотя есть афазия, опять же, да, там тот же Икапсон изучал, можно ли ее прочитать чисто грамматически, или мы что-то потеряем, опять же, в этой сложной алхимической процедуре? Да, я думаю, что мы как раз потеряем очень важный момент церебральности, о котором я хотел говорить, да, вот момент совпадения психического и символического с материальным. Все-таки, ты меня поправь, я не такой специалист вот в этих структурах, но грамматика, она не связана с материей или связана вот что-то? Ну, смотри, если мы используем дектики времени и пространства, то как-то мы локализуем себя, да, то есть если мы говорим завтра, это значит, что мы находимся здесь и сейчас. Если мы говорим там и не здесь, да, вот особенно сейчас это стало заметно во всех этих зумах, скайпах, мы вынуждены локализовать себя во времени и пространстве. Если мы вообще говорим «я», то мы говорим о каком-то теле, да, то есть я хочу сказать, что мысль бедвинистка довольно радикальна. Это еще до локана, это еще до всех нейрохирургов ныне модных, да, он хочет сказать, это очень близко к тому, что ты сказал о нейропластических процессах субъективации. Он тоже говорит о субъективации, и он тоже в известном смысле позитивист, он не говорит о духе, который через нас там что-то, да, он просто говорит, вот есть местоимение, после этого появляется вообще субъект. То есть это что-то такое странное, среднее между локаном, но до локана, и вот позитивистами. Это вполне аналитическая вещь, потому что потом он разделит, как ты знаешь, там, акты содержания высказывания тоже до локана. Вот, с локана начнется уже… И мне кажется, что тут это все-таки модель же теоретическая, в том смысле, что мы здесь учитываем и как мы это учитываем. И мне кажется, что в этом случае, вот когда мы говорим о нейро-вещах, да, здесь очень важен вот этот материальный, вот материалистический компонент. Понял, 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 да. Ну, есть переход. Ну, я могу сказать, вот интересное исследование, я тоже смотрел, изучая тоже Кандинского, и вот кросс-модальность. Если вы вспомните точку линия на плоскости, она, собственно, начинается с того, что точка – это элемент синтаксиса речи, да, то есть он там ставит точку, да, в предложении, в поэзии у него там точка, а потом эта точка как бы укрупняется и становится живописной точкой. То есть это буквально так поднимается, что точка из поэзии тебя как бы в текст. И существует в том числе кросс-модальность, связанная с текстом. То есть вы можете, собственно, текст проживать, исходя из других вот этих перцептивных модальностей. Вы можете воспринимать цвет текста и так далее. И можно сказать, что у Кандинского присутствует вот эта в том числе кросс-модальность. Хотя в основном он, конечно, был, скорее всего, он был синестетом именно в смысле музыки цвета, вот такое. Но это не исключает, что в его пространство попадало и вот такое взаимодействие с текстом. Вот. Спасибо. Да. Еще интересно, вот, кстати, тоже хочется рассказать по поводу путешествий во времени. Вот ты говорил о том, что вот у нас есть вот эти слова здесь, там. У нас есть структуры прошлого в языке настоящего и будущего, да, по-разному выраженные. Интересно, что вот ранний Джеймс Баллард в работах, например, «Выставка жестокости» или еще, ну, вот ранние тексты такие Балларда, он там предлагает модель путешествий во времени, которые являются путешествиями по позвоночнику. То есть возникает такое нейропутешествие во времени за счет откатов, да, вот таких вот предыдущих мозговых структур. Это тоже очень интересно. То есть с учетом вот этих, вы не свое тело перемещаете, а вы буквально оказываетесь в прошлом, собственной, в прошлом своей вот этой перцептивной модели в мозге. Такой вот вариант путешествий во времени. Очень интересный. Так, я продолжаю. Если нормально же, да, я буду читать вопросы. Есть еще время? Да, конечно. Да, вот Алик хочет задать вопрос. Можно ему включить этот микрофон? Да, сейчас. Да, привет. Я надеюсь, меня слышно. Да, вас слышно. Спасибо большое за лекцию. Я, наверное, даже ее переслушаю. Но я хотел бы связать ее с предыдущей лекцией. Она была недавно, да, совершенно. Про искусство и поэзию. Да, вот ее в центре Вознесенского читал. И да, действительно, вот этот момент, когда ты, то есть, и тут Кандинский возникает вот из этой традиции, связанной с классическим искусством, связанной с пластическим искусством, да, которое заканчивается как будто бы на Клементе Гринберге. И вот идет такое перечитывание Кандинского, да, который как бы больше Гринберга оказывается, да, где есть вот это вот влияние на уровне нейронов, да. Я хотел сказать, вот какое политическое следствие, да, и как это действительно вот, вот это вот очень классный момент с точкой, действительно точкой у Кандинского. Это точка из письма. И достаточно ли Кандинского, да, после вот этого перепрочтения для, например, каких-то политических изменений? Или все-таки, вот как ты говорил в предыдущей лекции, все-таки революция – это некие, вот это, когда поэзия и искусство соединяются, да, и, не знаю, там, например, только пластического искусства недостаточно, да. Есть всегда момент какой-то солидарности, что ли, коллективного выступления. Или вот действительно Кандинский может быть революционным уже вот на уровне своих высказываний. Ну, и мы знаем, что примерно в этот же период вот этот пласт художников, там, не знаю, Лисицкий, Кандинский, они начинают писать поэтические книги, исходя из своих теорий, да, где есть вот эти прямые точки, кривые дуги, да, и тоже как-то с этим работать. Но эта традиция тоже быстро прорывается. Ну, надеюсь, понятен вопрос. Да, ну, на самом деле вопрос не очень понятен, но мне есть что сказать. То есть я буду отвечать как-то, предполагая, что я понял вопрос. В общем, действительно, мое сегодняшнее выступление во многом дополняет вот это предыдущее, которого, наверное, никто, ну, или бы только часть из людей видели. Но там шла речь о том, на самом деле, как поэзия на уровне символического осуществляет революцию. То, что Бурдио называл символической революцией. И как искусство и поэзия участвуют в том, что он, опять же, называл символической революцией. И мне показалось важным указать на то, что вот это символическое, оно также должно быть дополнено или должно осуществиться вторжение собственно материального в этот план. И мне кажется, что как раз, вот я вам говорил о Гватари, о том, что для него машина вторгается в структуру, из-за этого структура начинает оплавляться, да, как бы плыть. Мне кажется, что именно это является эффектом символической революции. То есть именно вот это вторжение поэзии в символическое, поэзии как машины, теперь мы можем сказать, да, приводит к вот этому изменению или оплавлению символического порядка. И если кто-то помнит ту лекцию, если кто был на той лекции, я говорил, что в интернете, да, меняется, вот в современной культуре меняется вот это распределение отношения, да, меняется отношение воображаемого и символического. И я думаю, что мы можем осознать это изменение только если мы поймем машинную природу этого изменения. То есть каким образом вот эти гаджеты, компьютеры, вторгшись в наши символические структуры, да, постоянно совершают вот это прерывание воспроизводства символического порядка. То есть действительно эти две лекции можно связать. Что касается политических моделей, вот в последнее время я прихожу к странному выводу, он еще не вполне осмыслен, но я прихожу к выводу о том, что быть, если вам удается быть революционером в искусстве или поэзии, вы автоматически становитесь политическим революционером. То есть, да, вы можете быть буржуа, вы можете быть кем угодно, по сути, но если вам удается революция в искусстве, да, то есть вот что-то, вот это вот, если вам удается вот это машинное внедрение в искусство, то вы автоматическим, каким-то автоматическим способом становитесь коммунистом. Но это смешно, но я действительно считаю, что это так, это нужно, конечно, как-то развить. Но почему? Потому что если вы ставите под сомнение структурность института искусства и как-то по-другому его переописываете, то это значит, это ведет, это содержит в себе переосмысление вообще структурности всех институтов, да, и ты не можешь быть революционером в искусстве, я считаю так, вы, понятное дело, встретите другие мнения, но ты не можешь усомниться в искусстве и внести беспорядок в эту структуру искусства, не внеся беспорядок, например, в этикосексуальные отношения, да, и в сексуальную легендерную нормативность, что очень важно. То есть это всегда подвешивает все структуры разума. Вот, мне кажется, это важно. И, исходя из этого, можно сказать, что то, что сделает Кандинский, очень важно, но мы должны, будучи теоретиками, там, критиками, я о себе здесь говорю, да, то есть будучи не практиком, а теоретиком, задача скорее развернуть политические следствия того и вспомнить политические следствия того, что сделал Кандинский, да. У Катрин Малабу есть текст, где она говорит о том, как политизируется нейропластичность, да, то есть какие политические импликации необходимо иметь в виду, когда мы говорим о травме, о нейропластичности. Мне кажется, что с этой точки зрения мы можем раскрыть то политическое, что содержалось в жесте Кандинского. Вот тут еще интересно. Дмитрий Фролов спрашивает. Очень важный, интересный вопрос, и он как раз касается той статьи, над которой я сейчас работаю. Мне нужна была вот такая археология, связанная с Кандинским, именно для того, чтобы понять функционирование современного когнитивного капитализма и вот подобного рода эссе, такого эссе, как «Синофутуризм». Дело в том, что «Синофутуризм» — это видеоэссе Лоренца Лека, и он состоит из семи глав. И в этих главах проблематизируются в том числе такие вещи, как, например, зависимость, да, вот «эддикшн». И «эддикшн» — это тоже, она тоже связана со структурами, с нейроструктурами, это нейроизменения в том числе, да, и, по сути, это реакция на травму, о чем, в принципе, и говорит Лоренц Лек, что к зависимости люди прибегают, когда труд оказывается невыносимым, и давление труда таково, что нужна какая-то компенсация. Так вот, мне кажется, что если мы посмотрим на формальную структуру «Синофутуризма», как он устроен, его монтаж, мне кажется, этот монтаж не столько сюрреалистический, там не столько эйзенштейновский, диалектический монтаж, сколько дадаистский монтаж, да, где сама форма этого эссе, там, если вы смотрели, там очень важно, что они все в разнобой идут, вот эти аудиовизуальные каналы, они идут в разнобой, иногда синхронизируясь, иногда разъединяясь, но, по сути дела, нам предъявляют материал, который мы, будучи нами, не можем воспринять, потому что он такой перегруженный, да, то есть там вот эти найденные видео, и чтобы нам его воспринять, нам нужно измениться и чуть-чуть вот стать этим искусственным, не чуть-чуть, что за эйфемизм, нам нужно стать искусственным интеллектом, чтобы воспринять это видеоэссе. То есть я считаю, что подобного рода работа, как и работа Кандинского, является своего рода пробой, которая меняет нашу структуру сознания. И этим синофутуризм выгодно отличается, кстати говоря, вот, может быть, вы знаете еще эссе, Дима, может, ты знаешь тоже эссе «Бахар-Нуризаде», да, вот, после дефицита, например, да, вот, то там не возникает такой работы с восприятием, и там не возникает такой идеи коллажа, например, там совсем по-другому работа выстроена. Но мне кажется, что на уровне, даже не столько наррации, на уровне монтажа и на уровне работы с компоновкой материала, синофутуризм действительно очень близок вот этому Кандинскому, прочитанному в нейроключе. И еще ряд видеоэссе у меня есть на примере, но я сейчас не буду о них уж так говорить, но мне кажется, что нужно это актуализировать, вот этот вопрос. Да. Так, а посоветуйте, что можно почитать у Эми Айрланд? Вот у Эми Айрланд есть ее поэма, я все время не могу ее произнести, потому что это настоящая поэма, да, то есть она называется поэмем, может быть, мне кто-то поможет, поэмем, поэмем нон. В общем, там соединяется слово поэмем, мем и ноумен. И получается такое слово поэмемен, я не могу, ну, кто-то поможет, может быть. Аня Родионова пишет. Большое спасибо, Боря. Если травма – это уход от ограниченности субъекта и своеобразный способ письма, нейроотпечатывание событий в мозге, то как ты можешь прокомментировать художественные работы Эми Айрланд, например, букет, работающий с принципом транскодинга, последовательного перевода между разными кодировками и отпечатыванием возникающих помех. Здесь травма в ее потенциале письма, кажется, сближается с шумом, шумом в значении теории информации, и в этом случае открепляется от субъекта и даже его расширение, поскольку травмируется не только субъект, но и материал, с которым он работает. Да, речь идет о, по-моему, 3D-печатью сделанная работа, если я правильно помню. Я думаю, что вопрос заключается в том, что мы можем говорить о поэтическом, не говоря о субъекте. То есть в этом основной вопрос. То есть не всегда речь идет о субъекте и вот этой травме субъекта. Что поэзия на самом деле и вот такого рода практики, они являются такими внесубъектными, как я понимаю. Я правильно понял этот вопрос или не совсем? Но мне кажется, что даже в этом случае, когда этот объект предъявляется, то есть когда он начинает функционировать в определенной... Когда мы на него смотрим, когда он начинает функционировать в определенной логике, он задействует то, что в травме, собственно, реализуется. То есть на самом деле травма – это и есть, можно сказать, открытие материальности, то есть вот этой нечеловечности внутри человека. И таким образом здесь субъект уже не является чем-то ограниченным, а он открывает свою сделанность и открывает свой сам процесс субъективации. А сам этот процесс субъективации не привязан к человеку. Поэтому здесь Эми Айленд, на мой взгляд, она говорит о вот этом процессе освобождения травмы от... То есть это действительно космическая травма. Но, тем не менее, эта космическая травма, она и работает и в человеке. Например, вот в книжке Spinal Catastrophism есть вот такое высказывание, что нервная система – это то, как космос чувствует боль. То есть наша нервная система – это вот космическая система, которая преломляется и чувствует боль. Да. Ну, про МИИСУ никто не спрашивал, да? Я, видимо, ничего никто не спросил про вненаучную фантастику. Ну, это я сам виноват, я его как-то оттянул. А вот, Паша, ты руку тянешь, что ли? На эроруке тянешь? Спасибо. Да, спасибо. У меня просто выключился что-то звук и оказался бессловесен. Два небольших добавления, значит, насчет вот революционеров, которые автоматом сдают все зачеты. Эту твою мысль, на самом деле, уже развил кое-кто. Его зовут Вальтер Бенемин. И в авторе как производителя вот он говорит ровно то же самое, да? Он как бы не ставит в зависимость, он не говорит о каузуальной зависимости, но он говорит дословно, верная политическая тенденция оказывается верной художественной практикой и тоже через технику, как ты помнишь, он это описывает. Вот. А второе, насчет вот все-таки интерфейса между грамматикой и нейрокогнитивными исследованиями, я вспомнил об одном имени, который их связывает. То есть, почему мне не нравится как бы метафорический ход с точкой Кандинского? Извини, что мы возвращаемся, если все устали уже, но все-таки скажу. То есть, когда Кандинский, вот это красивый ход, но его надо было бы обвинить в той же метафоричности, в которой его обвинял кто? Гринберг. Да, потому что на самом деле точка, как синтаксический оператор, она связана с какими-то мозговыми операциями, но не так, как точка на плоскости. Даже если мы видим графический знак, даже если письмо графично, это не в том смысле связано с мозгом, с которым связано пятно. Хотя это красивый ход, но я говорю, это надо списать на синестезию дисциплинарного свойства. Да, да. И вот есть такой, например, Гийом, такой лингвист, который переведен на русский в какой-то скучной серии УРСС. Но это очень классный лингвист, который тоже через Dexis, через точку Орига, как он это называет, действительно стал описывать в нейрокогнитивных терминах грамматику. Он в основном, причем, говорит о времени. Меня натолкнула на эту мысль твоя реплика про путешествие во времени. Но только опять, не в фантастическом смысле, не в метафорическом смысле, а он говорит о прямой погруженности грамматики глагольного времени в определенную нейрокогнитивную механику такую, да, или метаною. Потому что как только мы говорим о том, что я буду делать, буду быть каким-нибудь там делающим, мы сразу запускаем определенные нейроны, да, там, определенным образом заставляем их работать и действительно как бы оказываемся в будущем. Поэтому литература, в общем, на многих так сильно действует, да, потому что там используется определенное глагольное время. Вот всякая там заумная или конкретистская поэзия – это вот ближе как раз к точке, которая превращается вот в точку визуальную. Да, это другое. Это нас раззадоривает как вызов, как провокация системы, института искусства или института поэзии. Но литература повествовательная, и вот, возможно, для фантастики вненаучной это тоже больше имеет смысл, а она начинает двигать нейроны в другом смысле. Она буквально через грамматику заставляет нас как бы представлять себя другими в повседневной жизни, да, или в будущем, или в прошлом и так далее. Вот этим сектором немного занималось, ну или много, я уж не знаю, то, что я на русском читал, Анки Хёник, вот наш товарищ, они потом даже написали книгу с Иванысяном про метаною, как вшитую в грамматику. Она еще не переведена на русский, она только на немецком существует, но вот в поэтике настоящего времени, которая есть на русском, чуть-чуть вот про этого Гийома тоже сказано. Ну и сам Гийом на русском вот рекомендую, можем как-нибудь потом обсуждать. Так что есть этот интерфейс между грамматикой, личных местоимений и глагольных времен и реальными нейрокогнитивными исследованиями. Да, да, это безусловно. Просто я опять же говорю о том, что когда мы говорим о грамматике, этот план отрезается, вот, и его нужно включать вторично, каким-то шагом обязательно, да, вот так, как ты разворачиваешься, действительно. Ну и вот об этом уже, собственно, Баллард, да, вот, когда он говорит, что мы путешествуем во времени, на самом деле мы не во времени путешествуем, а по нашему позвоночнику. Да, это ближе, согласен. Вот это действительно вот связь нейра и вот этой грамматики времени, ну и в этих разговорах, конечно, важно понятие hyperstation, конечно, да, вот этих вот перелетов из будущего в настоящее, из настоящего в будущее, но мы просто не касались этих моментов. Но я думаю, что мы будем так или иначе их разбирать на встречах. Вот, Саша Монтлевич спрашивает, можно ли синестезийный проект Кандинского рассматривать как пример когнитивной экстра-фантастики? Уместно ли спросить тебя, дать комментарий об отношении искусства и когнитивной фантастики? Спасибо за лекцию. Вот, на самом деле здесь есть такой интересный момент, несколько интересных моментов я отмечу. Дарко Сувин, вот этот важный теоретик, о котором я говорил, да, вот научной фантастики, которого, я думаю, нужно разбирать очень последовательно, он развил теорию формалистов и теорию остранения, но в очень интересной области он говорил о когнитивном остранении, что научная фантастика реализует вот это когнитивное остранение за счет повествования, за счет работы с научной гипотезой. И теперь, если говорить о соотношении искусства и когнитивной фантастики, вот, и о вот этом проекте Кандинского. На самом деле, вот этот проект Кандинского, его можно назвать скорее вот экстра-художественным проектом, то есть не экстра-фантастическим, а проектом, который выходит за пределы искусства, как авангард, да, как, в принципе, любой авангардный проект. Он мыслит внешнее пространство по отношению к искусству, и в этом смысле он экстра-художественный, да, он подвешивает отношения художественного и нехудожественного. Но при этом эти отношения оказываются, как и в теории элементов Кандинского, связаны с тем, что внешним по отношению к нам оказывается наш же мозг. Вот такой парадокс, да, что мы открываем, что мозг является объектом в нас, который оказывается внешним по отношению к нам самим. И в этом смысле Кандинский показывает нам работу нашей нервной системы, да, нашего мозга, а внешняя тем самым нас, преодолевая, безусловно, искусство, то есть вычерчивая то, что можно назвать экстра-художественным, то есть именно так понимая его авангардный жест. Конечно, это не напрямую отвечает на какой-то вопрос, это просто комментарии, вот параллельные комментарии. Но я думаю, что... Да, я думаю, что... То есть, если очень буквально, то работа Кандинского – это как чипирование мозга с анестезией, вот так, если очень просто, вот так можно воспринять произведение искусства. Ближе всего к этому, конечно, подходит рассмотрение искусства Деллеза Магватари, но на самом деле они о Кандинском хорошо знают, они его разбирали, но они как-то не так его разбирали. То есть там... Хотя они могли бы его так разобрать, и только они-то и могли его так разобрать, они его так не разбирают. Вот что интересно. Наверное, потому что их исследования вот Гватари и Деллеза – это уже более поздние, когда... Ну, когда они уже не писали о Кандинском. То есть у них такая небольшая рассинхронизация произошла, интересы к Кандинскому и интересы к мозгу. Может быть, поэтому. Но интересно, кстати, у Гватари есть книжка «Хаосмос», наверное, вы знаете, да, 90-х годов, и там на обложке Кандинский. По сути, ну, работа Кандинского на обложке. То есть почему? Ну, это можно банально воспринять, типа Гватари говорит о «Хаосмосе», как об этом первичном шизофреническом супе, из которого все возникают. Ну, чем вы проиллюстрировали? Конечно, Кандинским. То есть это такое вот нахождение смешной картинки. Но, с другой стороны, парадоксальным образом в этом таком тупом, тупой иллюстрации на самом деле очень много заложено. На самом деле, потому что Кандинский буквально выявляет вот этот хаосмос вот этой нейропластичности. Так что действительно так. За что его не любил Гринберг? Гринберг говорил, это какие-то диаграммы непонятные. Как-то вот все плавает, как-то все что-то не структурировало, какие-то фантазии там плавают, расплывают. Вот Алик пишет. Не до конца понял, как Паша связывает лингвистическое и телесное. Переслушаю запись. Я связываю через четверичный код Регева, и в точке и линии характер сил, проникновение, прилегание. Есть это. Можно связать. Ну и действительно, просто точка из текста на холст – чисто волевое усилие. Здесь с критикой согласен. С критикой Паши в отношении вот этого обращения Кандинского к точке. Ну, это не критика. Я, наверное, тоже лучше понимаю позицию Гринберга, и мне она ближе с материальностью, акцентом на каких-то вещах, которые можно потрогать или хотя бы остенсивно указать. Это тоже можно потрогать. Вот что важно. Да, да. А нейроны же не потрогаешь. Вот, поэтому мне… Нейроны тебя потрогают. Я тоже подозреваю метафоричность. Поскудную метафоричность. Но здесь я не критиковал, а просто сослался на одну работу. То есть давайте вообще запостим потом в группе фейсбучной ссылки, которые мы упоминали, чтобы можно было читать и продолжать эту дискуссию. Вот, я запостил ссылку на Гийома. Это такой французский лингвист, который переведен на русский и который связывает грамматику личных местоимений и глагольного времени с реальными нейрокогнитивными исследованиями. То есть он говорит о нейронах, которые определенным образом начинают реагировать на употребление определенных грамматических конструкций, о которых Бенвенист действительно еще говорил только как об абстрактных, как о словах. Но он наследует ему. Извините, что это опять вторгаюсь. Еще вопрос. От Алика. Ну да, Паша говорит, что просто перенести недостаточно. То есть разный функционал несет точка, дуга в тексте и в живописи. А, это да, здесь я согласен. Извини, я просто заставляю тебя читать, у меня пропадает сразу это сообщение. Да, здесь я считаю, что вот это чисто метафорическое у Кандинского, и точка как грамматический оператор работает когнитивно или нейрокогнитивно, не так, как точка в качестве пятна, даже если они просто вот одного размера и на одном и том же странице. Это как бы два разных механизма. И может быть, это точка, это даже вот, это точка расхождения или точка бифуркации на прозу и поэзию. Потому что проза всегда повествовательная, и там всегда должны быть точки и запятые, как грамматический оператор, заставляющий нас остановиться, закончить мысль, если мы пишем. А поэзия ближе к живописи, вот в кандинском смысле таком, потому что там действительно есть линии, линии напряжения и линии в буквальном смысле слова, если это конкретистская поэзия. Но это разные точки, вот что я хотел сказать. Ну что, давайте, может, закруглять, если уже все все спросили, и Боря за все ответил на все вопросы. Боря, ты хочешь еще что-то сказать? Еще кто-то, наверное, спрашивает, что-то я слышу. Нет, я... Да, я, как сказать, последние слова. Друзья, как бы я правильно, но нет вопросов больше, да? Ну, Никит, я хотел анонсировать следующее, а не знаю, какие из этих слов должны быть последними. Давай, кто сначала? Будешь, наверное, анонсировать. Хорошо. Тогда, Боря, еще раз спасибо за лекцию. Будем все ее переслушивать и постить библиографию, на которую мы ссылались, в Facebook давайте. Вот. Это новая лаборатория, новая мастерская в нашей лаборатории, которую ты открыл. Но у нас есть еще одна, которая будет анонсирована в следующий понедельник. Как-то так у нас в начальной неделе в основном манифестации. Которую представит Миша Куртов. Вот. Это... Она такая тоже, скорее, философская. Это будет мастерская. Я надеюсь, с некоторым и политическим уклоном, и философским одновременно. Вот. Там запланирован курс Михаила Куртова «Философия творчества». Вот так вот замысловато названный. А лекцию Миша прочитает, вступительную, да, тизер-лекцию, которая будет анонсировать, показывать, что будет происходить в этой мастерской осенью под названием «Как придумывать название для публичных лекций». Например, это. Вот. То есть, как вы понимаете, речь будет идти не только о философии, но и о некоторых способах поведения или способах делания, в том числе лингвистического, ну или, скажем, словесного делания, риторической, на такой практике, в современной теории. Вот. И в этой лаборатории будут тоже работать другие люди, которых мы представим в следующий понедельник. Семь часов. Вот. Все будет выложено на сайте, на этих потоковых лентах Фейсбука, транслиты и Московской школы «Новое кино». Алло? Литература. Московская школа. Да, это в рамках лаборатории литературы. Ну как, литературы, теории, там, поэзии, экспериментального литератроведения, как это кто-то назвал уже, и поэтических, медиапоэтических практик. Вот. Присоединяйтесь тоже. Да, все так, друзья. У нас сейчас в Московской школе новой литературы действуют две лаборатории. Это лаборатория журнала «Транслит» и лаборатория драматургии и театральных практик. Собственно, каждую неделю у нас проходит от каждой лаборатории по одному мероприятию. Вот. Собственно, наверное, это все. Спасибо вам всем большое за участие в этой лекции. Спасибо, Боря, за эту удивительную лекцию. Спасибо. Подписывайтесь на наши группы. Я напомню, что в личной лекции Московская школа новой литературы проходит в рамках набора. В конце мая у нас уже будет проходить собеседование, поэтому вы можете уже отправлять заявки и мотивационные письма. всем большое спасибо. Пока. Стемка. Спасибо.